Друзья, приветствую! Сегодня я вам почитаю один замечательный текст, автор Николай Олейников. У него сегодня день рождения, он родился 4 августа 1898 года, а в 1932 году, когда ему было 34 года, а мне сейчас 32, надеюсь, что через 2 года для меня не будет настолько же актуален этот текст, хотя есть некоторые точки пересечения. В общем, текст безумно смешной, вот я вам сейчас его и прочитаю. Называется «Служение науке». «Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силу взять, чтоб описать смолу твоих волос на голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила. И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, и прежнее в меня не лезет снять. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке, И мне недороги теперь любовные страдания. Меня влекут к себе основы мироздания. Я стал задумываться над пшеном, зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом, строение бабочки меня интересует. Везде преследуют меня и в учреждении, и на бульваре заветные мечты о скипидаре. Мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах, Какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, Какой имею смысл телеги, беговые дрожки, И почему в глазах коровы отражаются окошки, хотя они ей вовсе не нужны. Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура таракана. О таракане растопыренные ножки, которых шесть, Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут, Их очертания полны значения тайного. Да, в таракане что-то есть, Когда он лапкой двигает и усиком колышет. А где же дамочки, вы спросите, Где, милые подружки, делившие со мной мой ночной досуг, Телосложением напоминавшие графинчики, кадушки, Куда они девались вдруг? Иных уж нет, а те далече, Сгорели все они, как свечи, А я горю иным огнем, другим желанием, Ударничеством и соревнованием, Зовут меня на новые великие дела лесной травы разнообразные тела. В траве жуки проводят время в занимательной беседе, Спешит кузнечик на своем велосипеде, Забудавшись в строении цветка, Бежит по венчику ничтожная мурашка, Бежит, бежит, Я вижу резвость, и а то и меня берет тоска, Мне тяжко. Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня, И гложет тайный витамин меня, И я молчу, сжимая руки, Гляжу на травы, не дыша, Но бьет тимпан, И над служителем науки Восходит солнце, Не спеша. Я думаю, что вы заметили, Что это очень веселая отсылка К Александру Сергеевичу, К Пушкину. Это просто круто, ребята. Это круто. Может быть, когда-нибудь и Пушкина тоже почитаю. Если не забуду, То в следующий его день рождения.